Учебное учреждение, в котором обычно не прекращается шум детских голосов, а в классах всегда можно встретить талантливых малышей, находится на завершающей стадии ремонта. Подростков сменили специалисты строительства номер 8. Вооружившись кистями, молотками и дрелями, они создают красоту. В период лета Центр дополнительного образования детей и молодежи сменил свой привычный уклад и занялся работами по ремонту здания. Ремонтные работы у нас начались с 12 июня текущего года. В соответствии с графиком выполнения работ планируется завершение 31 июля. То есть в принципе во все сроки мы укладываемся поэтапно для того, чтобы именно к 1 сентября быть во всеоружии с готовностью принять детей. Планируется еще выполнение работ по козырьку, то что у нас на центральном входе с обратной стороны, там где у нас площадка для торжественных мероприятий. На текущий момент где-то приблизительно около 50-65% выполнения работ по текущему выполнено. На ремонтные работы из попечительского совета и из городского бюджета выделено порядка 35 тысяч белорусских рублей. Деньги это конечно хорошо, но энтузиазм тоже неплохо. А потому педагоги учебного учреждения не остались стороне и внесли свою лепту в ремонт. Они собственными силами добавили некоторую изюминку в учебные классы. Так кабинет дошкольного образования пополнился новыми персонажами на стенах и гордым из геометрических фигур в нежно-розовых и голубых тонах. Конечно был долгий процесс выбора эскиза рисунка, тематики кабинета. Он такой, скажем, небольшой, довольно не совсем освещенный, скажем так, дневным светом. Поэтому решила сделать гамму очень светлую, пастельную, такую, то есть спокойную, чтобы не отвлекало детей от процесса учебного. И выбор эскиза был таков, что это будет такой легкий город детский, с какими-то персонажами, животными. Они будут привлекать детей, чтобы здесь находиться, заниматься. Можно будет обращаться к фигурам, скажем, геометрии в этих домах. Их можно будет находить, там цвета изучать. То есть можно это будет и в английском применять, чтобы перевод изучить, допустим, какой цвет и так далее. То есть можно будет к этому обращаться. График плотный, все расписано по минутам. И несмотря на то, что сделано уже многое, работы хватает. Мы начали работу буквально, наверное, недели три назад. И объем работы уже два этажа фактически сделанных, даже этаж и половинка. И вот сейчас заканчиваем. Работать как бы очень еще много, планы большие, козырьки. У нас работы предоставляет нам очень много. Подготовка к новому учебному году идет полным ходом. И пока одни заняты ремонтными работами, другие активно готовят интересную учебную программу для воспитанников. Центр дополнительного образования детей и молодежи с каждым годом прирастает новыми направлениями и кружками по интересам. А значит, ребятам здесь скучно не будет. В среднем у нас занимается около трех с половиной тысяч учащихся. От четырех и до возраста молодежи. Молодежная компания у нас тоже есть. Это Академия молодежных инициатив, которая очень творческая у нас. Количество объединений с каждым годом у нас как бы приумножается новыми какими-то направлениями современными, которые сегодня востребованы. На сегодняшний день дети очень любят петь, танцевать, заниматься техническим творчеством. Ну, мы стараемся создать все условия, чтобы мы здесь было очень комфортно. Ну и среда, которая сегодня будет обновленная, внешний вид, внутреннее содержание, оно позволит нашим детям быть еще более творческими.